ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛИЗА ИССЛЕДОВАНИЙ УНИВЕРСИТЕТЕ ГОРОДА КОПЕНГАГЕН Меня зовут Питер Гетша. Я являюсь директором Скандинавского Кокрановского центра в Копенгагене и профессором проектирования и анализа исследований в Университете города Копенгаген. Два года назад мне стало известно, что назначаемые врачами лекарства являются третьей из основных причин смерти после сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Лекарства ежегодно убивают примерно 200 тысяч людей в Америке, и половина этих людей умирает, выполняя то, что им предписали их врачи. Они умирают от побочных эффектов. Другая половина умирает из-за ошибок. И зачастую это ошибки врачей, потому что любое лекарство может войти в противоречие с 20, 30, 50 противопоказаниями, и ни один в мире врач не знает об этом. То есть пациентам назначается лекарство, которое не следовало назначать, потому что они опасно взаимодействуют с другими лекарствами или едой, после чего пациенты умирают. И это другая половина. Вот что еще я узнал два года назад. То, чем занимается фармацевтическая индустрия, согласно законам США, больше подходит под критерии организованной преступности. И зачастую они ведут себя как мафия. Они подкупают всех, кого только можно подкупить. Они подкупают любых людей, включая даже министров здравоохранения в некоторых странах. То есть имеет место невероятная коррупция. К примеру, в моей стране Дании, которая всегда считалась страной с низким уровнем коррупции, тысячи врачей числятся в их платежных ведомостях, хотя у нас всего 20 тысяч врачей. Это очень действенная разновидность коррупции. Фарминдустрия сначала подкупает профессоров-преподавателей, затем начальников отделов, потом главврачей. Они не подкупают нижестоящих врачей. Так что когда тысячи и тысячи врачей числятся в их платежных ведомостях, это реально очень и очень плохо. Вот почему я написал свою книгу «Смертельно опасные лекарства и организованная преступность. Как большая фарма коррумпировала здравоохранение». Таким образом, я надеюсь убедить пациентов не принимать так много лекарств, потому что уже столько людей умерло из-за них. В моей стране люди принимают такое количество лекарств, что если их разделить на всех жителей, то каждый житель мог бы принимать по полторы таблетки в день, начиная с рождения и до конца своей жизни. Это невероятно. И эти лекарства не особо-то и помогают. Более того, они убивают многих из нас. Вот почему лекарства — это третий по счёту убийцы после сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Что необходимо сделать в самое ближайшее время — это значительно сократить количество принимаемых лекарств. Если бы мы это сделали, мы бы жили дольше и лучше, потому что лекарства имеют много побочных эффектов. И пациенты не всегда осознают, что когда им становится хуже, то это может быть побочный эффект от лекарства, которое они продолжают принимать, потому что им так сказал их врач. Когда я был терапевтом, вот что мы делали. Мы просто отменяли лекарства, особенно пожилым людям. Показательно, что когда пожилые, прикованные к постели люди, обратившиеся к тебе за помощью, прекращают приём лекарств, они как будто становятся на несколько лет моложе. Ведь многие из этих лекарств негативно влияют на мозг. И пожилые люди очень и очень плохо это переносят. Они теряют равновесие, падают и ломают бедро, и четверть из них после этого умирает. К примеру, антидепрессанты используют около 10% пожилых людей. И если не ошибаюсь, они убивают 3% из них ежегодно. То есть, если сотня людей принимает антидепрессанты в течение года, трое из них умрут, просто потому что они упадут и сломают шейку бедра. Это огромный процент смертности. Потому что помимо антидепрессантов, есть и другие лекарства, из-за которых люди падают и погибают. Эти лекарства влияют на мыслительный процесс, на память и тому подобные вещи. Также они вступают во взаимодействие с другими лекарствами, о чем мы почти ничего не знаем. Пожилые принимают более 5 лекарств в день, и мы не знаем, как на самом деле эти лекарства взаимодействуют друг с другом. Мы знаем только, что лекарства производят множество воздействий в теле, и некоторые из них участвуют в его метаболизме. То есть может возникнуть высокая концентрация одного лекарства, если ты принимаешь сразу несколько лекарств. Так что мы причиняем такой вред, который даже не можем сами распознать. У меня есть обширная коллекция того, как люди называли меня в течение всех этих лет. И журналисты часто спрашивали меня, «Почему вы всегда ищете конфликты?» На что я отвечаю, что я не ищу конфликта. Дело в том, что очень непопулярно говорить правду о здравоохранении. Этим вы наживете себе много врагов, потому что слишком много тех, кто зарабатывает большие деньги в этой сфере, основываясь на ложных предпосылках, например, врачи и фарминдустрии. С ними в одной лодке находятся регулирующие органы и политики. Мало кто из них не зависит от денег в сфере здравоохранения. Понятное дело, я посигнул на святое, чем вызвал много негодования в свой адрес. В одной французской газете меня даже назвали статистическим мошенником, поскольку я статистически показал, что маммографический скрининг не работает, как и другие подобные вещи. Детская ассоциация фармацевтической промышленности обвинила меня даже в нарушении научной этики, что было просто нелепо. Это была обычная травля от начала до самого конца. У них были какие-то смутные аргументы, мол, мы не можем признать заключение ваших работ. Но они могли хотя бы предоставить свои цифры и сказать, что мои цифры не верны. Но они не стали этого делать. Была только травля, длившаяся 18 месяцев. И когда нас оправдали, я проследил за тем, чтобы это неприглядное поведение было описано в британском медицинском журнале. После этого датская фарминдустрия меня особо не трогала. Но когда вышла моя книга про организованную преступность здравоохранения, они просто солгали об этом, как и обычно, что мои примеры устарели, что им уже 90 лет и тому подобное. на самом деле те приведенные мной данные, которые доказывали, что действия 10 крупнейших фармкомпаний это организованная преступность, все это происходило 10-15 лет назад. И это еще не все примеры. С тех пор преступность только выросла, потому что когда преступления окупаются, их становится еще больше. Именно так работает капитализм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова